Добрый день дорогие друзья, приветствую вас на канале Гороскоп. Да, мои хорошие, подпишитесь пожалуйста на канал и поставьте лайк. Гороскоп на 8 июля 2019 года. Мы начинаем. Овен. Завтра лучшей музыкой для ушей Овна станет иностранная речь. Она напомнит ему, что есть далекие страны, в которых он еще не бывал, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск, неважно сколько до него еще времени осталось. Звезды Гороскопа советуют завтра Овну подготовить плацдарм для путешествия, изучить туры, полазить по сайтам и может быть даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Овну смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед. Телец. Завтра звезды Гороскопа советуют Тельцу отлажиться на эксперимент. Что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это все приведет. Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время. Все это завтра Телец способен изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову. Это может привести к интересным последствиям и переменам. Близнецы. Завтра близнецы имеют шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие. Но если они такое приглашение не получат, им имеет смысл самим приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Звезды Гороскопа в этот день наделяют близнецов спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью. Так что завтра они сумеют показать себя во всей красе и завязать последние знакомства. Окружающие будут очарованы их мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор. Завтра Рак. Рак возможно захочет организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует его присутствия дома. День склоняет его к тому, чтобы провести его на своей привычной территории. Но провести не как всегда, проявив изобретательность. Пригласить к тебе близких и друзей, устроить тематическую вечеринку, приготовить что-нибудь сногсшибательное. Завтра у Рака получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог. Лев. Завтра страсть Льва к перемене мест достигнет апогея. Он будет готов воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить его на любую авантюру. Вроде участия в мероприятии, командировки и так далее. Если она будет связана с поездкой или переменной декораций. Впрочем и сам Лев будет изобретателен на этот счет. Завтра он способен придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома. Дева. Завтра день склоняет Деву к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат ей вариантов поразвлечься. В Деве проснется талант организатора, и она быстро придумает с кем и когда, куда ей можно пойти. Веселая вечеринка, большой семейный ужин, вылазка в парк или пикник. Программа у Девы может быть обширной, но самое лучшее, что может она сделать завтра, это провести время с тем, кого любит. Весы. Завтра весам будет трудно удаить какие-то мысли и чувства в себе, все они будут написаны у них на лице. Больше того, весы и сами не проще озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. В общем, для весов завтра практически нет запретных тем, а уж дать от них словесные пощады, если он там чего-то недоволен, и вовсе не стоит. Они не намерены сглаживать острые углы. Скорпион. Завтра Скорпион способен заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными, где не склоняет его к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Скорпион будет превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. Звезды гороскопа советуют Скорпиону специально посещать те места, где жизнь бьет ключом и где он может вслазь, понаблюдать за окружающими. Стрелец. Завтра любознательность Стрельца не знает гранит. Сдерживать этот порыв не стоит. Наоборот, Стрельцу давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком, или о том посмотреть новый фильм, сделать новую прическу, или посидеть за столиком в новом кафе. Звезды гороскопа советуют Стрельцу воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент. Даже если все пойдет не так уж гладко, он не останется в накладе. Ведь его любопытство в итоге будет удовлетворено. Козирог. Завтра Козирог способен буквально разрываться между тем, что ему приходится делать, и тем, чтобы он не хотел делать. Ему будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от него массу времени и сил. С другой же, мысли Козирога будут невообразимы от этих дел далеки. Он может то и дело посылать смс друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках. Возможно, только к концу дня Козирогу удастся немного развеяться и осуществить хотя бы что-нибудь из задуманного. Водолей. Завтра Водолей будет востребован как никогда. Его телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ним радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовнёй, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, и сам Водолей будет чувствовать себя в гуще общения, как рыба в воде. Завтра его коммуникационные способности и чувство юмора находятся на высоте Останкинской телебашни. Рыбы. Завтра рыбы будут настроены жёстко. Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ними какой-нибудь вопрос. Даже самые невинные возражения они способны превратить в дискуссию, давя на собеседника и унуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет рыб в таком поведении, это их искренность. Затеивая спор, они верят, что пытаются уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так. Спасибо всем за просмотр, дорогие мои. Желаю вам хорошего дня и отличного настроения. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok